Всем привет! Я доктор Евгений. Ролик будет про мышечное тестирование прямой мышцы бедра и большой ягодичной мышцы. Они нужны для того, чтобы оценить исходное состояние тонуса, полезно как фитнес-тренерам, так и действующим кинезиологам и тем, кто хочет оздоравливать область таза и бедер. Поехали! Тестирование прямой мышцы бедра. Для этого просим пациента лечь на спину. Для тестирования встаем в удобном положении, то есть ноги чуть шире плеч и соблюдаем все правила тестирования, которые были вот здесь, в этом видео. Не забывайте. Для стабилизации пациента устанавливаем руку на противоположное бедро. Следующим пунктом мы выводим прямую ногу примерно на 30 градусов и просим пациента удерживать ногу. Удерживайте. Следующим пунктом, точка приложения, мы встаем ориентировочно на центр годлини, либо на 1 третью ниже центра. Ориентировочно это здесь. И просим пациента давить ногой вверх. Давим. И сами оказываем воздействие. Повторим еще раз по пунктам. Стабилизация. Преднатяжение. Удерживайте. Давите. Натяжение. Я давлю. Растяжение. А теперь тест молча. Удерживаем. Давите. Вот мы и получили тонус прямой мышцы бедра. Делать тест на противоположную ногу не рекомендуется. Лучше обойти и встать со стороны тестируемой мышцы. Теперь протестируем большую ягодичную мышцу. Тестирование происходит по той же стороне, той же мышцы, с которой мы находимся. Для этого нужно сделать основные действия, пункты. Это сгибание в коленном суставе, отведение бедра на 15 градусов и разгибание в тазобедренном суставе около 5-10 градусов. То есть выше ногу поднимать не имеет смысла, потому что начинает прогибаться поясница. Удерживаем. Просим удерживать ногу здесь. И чтобы не было прогибов поясницы, мы пациента можем попросить давите лобком вниз, в кушетку. Вот и отлично. И просим удерживать ногу в этом положении. Удерживайте. Устанавливаем тестирующую руку на середину бедра, задней поверхности. Второй рукой мы придерживаем голень, чтобы в тесте не было разгибания колена. Поэтому удерживаем. И воздействие оказываем прямой рукой по дуге. Дуга будет у нас в направлении вот в этом. И просим давить вверх. Давите. Вторая фаза. Третья фаза. Я оказываю давление. Тест положительный. Повторяем все коротко. Повторяем все движения. Сгибание в коленном. Отведение на 15 градусов. Разгибание 5 градусов. Устанавливаем руку. Просим давить вверх. Сами оказываем давление по дуге. А теперь как выглядит тест молча. Удерживаем. Давим. Положительный тест. А теперь бонус. Трелень. Средняя ягодичная мышца. Тоже очень хорошо стабилизирует. От бертила до таза. Вот здесь она находится. Прямо вот тут. Что делаем? Укладываем пациента. Лежа на бок. Тестируемая мышца находится сверху. Нижняя нога легко согнута для стабилизации. Стабилизируем. Не за таз, не за мышцу. Можем стабилизировать легко за ребра. То есть за туловище. За живот. Прямую ногу выводим под прямым углом. Получается не уводим ее вперед. Не сгибаем, не разгибаем. На 15-20 градусов. Не больше. Это доступность для сустава. Просим удерживать ее здесь. Стабилизируем за туловище. Устанавливаем тестирующую руку на среднюю треть голени. Таким образом. И просим давить вверх. Дави, дави, дави. И вот это вот есть тест. То есть по дуге, сейчас расслабься, не дави. Вот-вот-вот этой. Вот-вот-вот-вот-вот-вот этой. По дуге вниз. Давим вверх. Вот это вот тест. Тестирую еще раз. Стабилизация. Отведение. Просим удерживать. Устанавливаем руку. И просим давить вверх. И тестирование по дуге. Тест удался. А теперь как будет выглядеть тест? Молча. Удерживаем. Давим вверх. Тонус. Положительный результат. Вот вам и бонус. Если вы умеете тестировать эти три мышцы, вы уже можете стабилизировать таз достаточно плотно. Это могут делать, повторюсь, фитнес-тренера, массажисты, кинезиологи, реабилитологи, доктора, соседи, дети, животные. Все, кто может тестировать. Все это надо уметь делать, чтобы таз был очень стабильный. В следующем видео я расскажу, как можно тестировать мышцы плеча и стабилизировать их, чтобы плечо не болело, чтобы было все плотно. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Если хотите личную консультацию, проходите по ссылке в WhatsApp в описании. Изучайте. Пользуйтесь. Будьте здравы и на здоровье. Медико-медико-магик.